Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я вам хочу показать, как связать вот такой вот несложный узорчик, как квадратики 5х5. Состоят они из лицевой глади и платочной вязки. В народе такую вязку называют шахматкой. Вот она, как вы видите, состоит из вот таких вот квадратиков, которые расположены в шахматном порядке. Для небольшого наброса нужно нам набрать число петель кратное 10 плюс 5 для симметрии и 2 кромочные. Для вот такого образа я набрала 27 петель. Итак, первый ряд. Первую кромочную снимаем непровязанную. Затем провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Пять изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Пять лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная провязываем изнаночной. Второй ряд. Провязываем все петельки полностью изнаночными. Первую кромочную снимаем, затем все изнаночные. Первые 5, вторые 5, третьи 5 и кромочную провязываем также изнаночной. И все последующие ряды мы будем провязывать изнаночными. Третий ряд. Кромочную снимаем и снова провязываем 5 лицевых. Как и первый ряд, мы провязываем 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная провязываем изнаночной. Изнаночный ряд. Все петельки изнаночные. Пятый ряд. Провязываем как первый и третий. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд. Все петельки, кроме первую кромочную, снимаем. Последующие все изнаночные. Седьмой ряд. Провязываем кромочную, снимаем. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 лицевых. Кромочная. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. Разворачиваем на изнаночную сторону. И теперь провязываем следующим образом. Кромочную снимаем. Провязываем 5 лицевых на изнаночной стороне. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провязываем 5 лицевых. Ой, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провязываем 5 лицевых. Затем провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Разворачиваем на лицевой ряд. И теперь, как вы видите, у нас уже получился первый ряд в шахматном порядке провязанный. То есть, вот смотрите, у нас шла лицевая гладь платочная, лицевая платочная, лицевая. А сейчас, как вы видите, у нас идет платочная, лицевая платочная, лицевая платочная. И так и продолжаем. Провязываем весь этот ряд. Снимаем кромочную, провязываем все петельки абсолютно лицевые. То есть, во втором рапорте, как вы видите, узорчик у нас провязывается с изнаночной стороны, а с лицевой стороны провязываются только лицевые петельки все. То есть, смотрите, первую часть узора мы провязывали с изнаночной стороны, все изнаночные. А сейчас с лицевой стороны будем провязывать все лицевые. А узор формировать на изнаночной стороне. То есть, с лицевой стороны мы провязываем сейчас все петли лицевые. С изнаночной стороны снова будем формировать узор. Довязали кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Заканчиваем 5 лицевыми. Кромочную провязываем, изнаночная. 3, 4, 5 лицевых и изнаночная. Развернув на лицевой ряд, все петельки, кроме кромочной, первой снимаем, провязываем лицевыми. Довязав лицевой 11 ряд, разворачиваем вязание, кромочную снимаем, 12 ряд снова вяжем. Первые 5 лицевыми. 3, 4, 5. Вторые 5 изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Затем снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. Все как всегда. 3, 4, 5. Изнаночная. Разворачиваем на лицевой ряд. Лицевые петельки. Все провязываем весь ряд. То есть первую кромочную снимаем. Далее все петельки провязываем до конца ряда лицевыми. 14 ряд провязываем как 10, 12. Кромочную снимаем. 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Затем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. Как вы видите, мы продолжаем делать узорчик, формировать с изнаночной стороны вторую часть. Первую часть формируем с лицевой стороны. В принципе, как вы видите, вот этот узорчик двусторонний. То есть можно его сделать как с изнаночной гладью и платочной вязкой, так и с лицевой гладью и платочной вязкой. Наверное, более выражительный он будет все-таки с лицевой гладью, как вы видите. и сейчас у нас узорчик будет повторяться то есть самого первого ряда мы начинали с вами с лицевой глади платочная вязка лицевая гладь платочная вязка лицевая гладь затем поменяли платочная вязка лицевая гладь платочная вязка лицевая гладь платочная вязка сейчас начинаю все с первого ряда то есть провязываем наш ряд как первый то есть где у нас была платочная вязка провязываем 5 лицевых. 3, 4, 5. Там, где была лицевая гладь, провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И как вы видите, узор мы формируем снова с лицевой стороны. Вторую часть узора будем формировать изнаночную. Там, где платочная вязка, 5 лицевых провязываем. Там, где лицевая гладь, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Формируем платочную вязку. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И промочная изнаночная. Разворачиваем наше вязание. Все петельки у нас, как во втором ряду, провязываем полностью все петельки изнаночные. То есть у нас, как вы видите, опять повторюсь, узор формируется с лицевой стороны. После того, как вы поменяете кубики с изнаночной стороны местами, будет формироваться с изнаночной стороны узор шахматка. А в лицевых рядах будете провязывать просто лицевые петельки, кроме последней кромочной. Она у вас будет изнаночная. И, как вы видите, я думаю, узорчик несложный. Справится даже человек, который только начинает вязать, знает только лицевые и изнаночные петельки. И, как вы видите, снова у нас продолжается. То есть сейчас у нас четвертый ряд, точнее третий ряд, как первый ряд. Затем четвертый ряд все полностью изнаночные. Затем, как первый и третий ряд, провязываем пятый ряд. И продолжаем. Узорчик вяжем сейчас с самого начала. Вот я связала два рапорта узора. Сейчас начала вот вместе с вами третий. И в итоге у нас получается вот такая интересная вязка шахматка. Либо квадраты 5х5 с платочной вязкой. Я надеюсь, что вам мой видео урок понятен и понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока!